Приветствую вас, дорогие мои водолеи. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас прогноз на декабрь. Уже карты полетели. Не терпится им рассказать, всё вам показать. Итак, прогноз на декабрь 2023 года, на заключительный месяц года. Поэтому сейчас посмотрим, что нам покажут карты, что нашепчут, какую интригу, может быть, высветят. Радость, может быть, и проблему какую-то. Такое тоже бывает. Друзья мои, конечно же, обязательно учитывайте, что это прогноз общий. Вы все разные. И не факт, что всё именно у вас проиграется. Вот. Поэтому не накручивайте себя, если какие-то карты вам не понравятся. Итак, приступим. Начнём с фона месяца. Фон месяца. То есть, как вы будете ощущать события, которые будут происходить с вами или вокруг вас в этом месяце. Ну, десяточка жезлов. Будете ощущать, что, наконец-то, проблемы подходят к концу. Проблемы разрешаются. Задачи выполняются. Цели реализуются. Осталось ещё чуть-чуть, ещё немного. И вы, как говорится, у цели. И можно расслабиться. Для кого-то, друзья мои, будет ощущение, что появляется возможность рассчитаться по обязательствам. Освободиться, так сказать, от обязательств. Разрешить какие-то проблемы в отношениях. Вот. А может быть, какие-то задачи порешать в профессиональной деятельности. В общем, вот так вот. Ну что ж. Заявочка довольно любопытная. Давайте смотреть, что дальше нам карты покажут. Новогодний сюрприз. Приятный. Сразу же скажу. Приятный новогодний сюрприз. Здесь речь будет идти о том, что в течение декабря какое-то событие, какой-то факт, какие-то изменения будут для вас на грани фантастики. И вы этот сюрприз посчитаете именно новогодним. Что такое могло случиться только под Новый год. Итак. Что же это за сюрприз? Опа. Верховная жрица, мои хорошие. Откроется какая-то тайна. Великая тайна. Может, для кого-то сюрпризом станет неожиданный интерес к эзотерике. К оккультным наукам. К магиям. К тайным каким-то знаниям. Ну, это будет уже на долгосрочной основе. Если действительно у вас это вдруг проявится, вылезет из вас, то это действительно не на краткий миг. Это уже останется с вами, как говорится, до конца вашей жизни. Сюрпризом может быть, друзья мои, стать неожиданное общение с человеком, который обладает скрытой информацией, конфиденциальной информацией. Это может, конечно, быть и обычного жизненного формата, но может быть и мистического. Вот такой у вас интересненький сюрприз, мои хорошие. Очень интересненький. Ладно, идём дальше. Какие конфетки вас ожидают? Троечка кубков. Приятные конфетки. Скорее всего, любовного, дружеского, сердечного характера. Это общение, разговоры, встречи, тусовочки. Какие-то общие интересы, проекты. Приятные покупки. Почему бы и нет. Получение подарков, всё-таки Новый год на носу. В общем, друзья мои, будете наслаждаться и кайфовать. Вот такие конфетки. Что касается заносов. Занос, точнее. Тройка Пентакли. Тут может быть необходимость привлечения дополнительных средств, заёмных. Необходимость привлечения людей к какому-то вашему делу, чтобы его закончить, сделать, завершить. Может это касаться вашего дома, ваших каких-то хозяйских дел. Типа как приглашение мастера, электрика, монтажника и так далее. То есть специалиста, который обладает определёнными навыками и знаниями. Может быть, это, конечно, и консультации по бизнесу, по каким-то рабочим вопросам. Это именно необходимость, друзья мои. Именно необходимость. Может быть, необходимость вложить дополнительные какие-то средства на общий проект. Необходимость. Ну, отказаться нельзя. Ладно. Бывает. Бывает. Теперь давайте посмотрим, что же вас ожидает в основных сферах вашей жизни. Голос стал садиться. Не любит он мне долго разговаривать. Ну, это есть такие у меня моменты. Чисто физиологического характера. Поэтому приходится с этим мириться. Щитовидка она такая. Хочет, даёт разговаривать, а хочет, прекращает такую прихоть для меня совершать. Так, ладно. Деловая сфера. Работа, бизнес, дела домашние, дела хозяйские. Что здесь будет происходить? Чего здесь ожидать? Ну, двоечка пентаклей. В принципе, друзья мои, ничего особенного. Суета, 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 ещё раз суета. Нужно успеть и там побывать, и в другом месте побывать. Порешать одновременно массу дел. Совершить одновременно, может быть, несколько работ. Вот, ну, здесь, как говорится, мелкие какие-то волнения, какая-то, может быть, даже неуверенность. Но, тем не менее, будет необходимость попасть, попасть в нужное место, в нужную часть. Не опоздать, так сказать, соблюдать некий синхрон. Синхрон своих действий с событиями. Вот, ну, особо тут я не вижу никакой критичности. В рабочем порядке всё можете порешать. Так, финансовая сфера. Четвёрка жезлов. Кстати, вот здесь может быть предложение по работе. Да, любое предложение дополнительное. Может быть предложение партнёрства, тоже не исключено. Так, четвёрочка жезлов на финансы. Ну, тут, скорее всего, речь идёт о сделках по недвижимости. Покупки-продажи. Или то, или другое, или одновременно. Здесь расходы на какие-то мероприятия семейного характера, корпоративного характера. То есть, надо будет скидываться. Ну, в принципе, Новый год, друзья мои. Это всегда затраты. Иногда очень значительные. В том числе и на подарки. На радости определённого свойства. Поэтому, да, предстоят расходы. Но они приятные. Они не будут для вас слишком критическими, ущемляющими. Вряд ли опустошат ваш кошелёк. Потому что здесь, скорее всего, будет общий кошелёк. То есть, не только ваш, но и бюджет ваших близких или ваших членов семьи. Поэтому тоже переживать нечем. Отношения. Что здесь у нас? Деловые, сердечные, любовные, родственные. Карта МАК. Ну, в принципе, друзья мои, всё в ваших руках. Да. Всё в ваших руках. Вы можете, так сказать, срежиссировать любые отношения, чтобы они вас устраивали. Потому что карта МАК, она всегда показывает человека, способного это сделать. Способного урегулировать любые отношения. Но в своих интересах. Здесь есть такой лёгкий эгоизм. То есть, своя рубашка ближе к телу. Вот что-то по этому принципу. Ну, не исключено, друзья мои, влияние какого-то человека на ваши отношения с кем-то. Поэтому тут будьте внимательнее, разберитесь, собственно говоря, что этот человек хочет-то. Какой его интерес. И, как говорится, в чём его интерес. И стоит ли с ним общаться, стоит ли слушать его, вестись на его, так сказать, предложения. В общем, рассчитайте цену вопроса этих отношений. Чтоб не ошибиться. Вот как-то так. Ну, для свободных водолеев, конечно, есть... ...возможность познакомиться с довольно интересным персонажем. Интересным для общения. Но, как дальше пойдёт, большой-большой-большой вопрос. Наговорить он может много. А смотря, что он от вас хочет. А вот, как говорится, какой выхлоп будет конечен, тут, как говорится, большой вопрос. Так что, вам решать, что, как делать с этим человеком. Ну, ладно. Теперь на пасашок, мои хорошие. Совет. Совет Оракула затмения на пасашочек. Что он вам тут нашепчет? Смерть. О чём речь, друзья мои? Не пугайтесь. Как-то не о смерти говорит. Она говорит, точнее, Оракул советует что-то завершить однозначно. Ну, в принципе, у нас и фон месяца тоже говорит о завершении каких-то дел, отношений и вообще, как говорится, проблем, задач, целей. В данном случае и Оракул подтверждает, что да, этот месяц – месяц каких-то заключительных процессов. Да. Если вы что-то не доделали, то лучше доделайте. Если что-то не договорили, лучше договорите. Если вы что-то в отношениях замолчали, лучше, как говорится, расставьте все точки над ей. Да. Потому что декабрь – это месяц перезагрузки, освобождения от старого, ненужного, вредного и подготовка к новому. Вот как-то так мне ощущается этот совет. Именно в таком ключе. Ну, в принципе, знаете, присмотритесь к этой карте, переложите их на свои, так сказать, обстоятельства. Вполне возможно, вы что-то услышите новое. Отличное от меня. Всё-таки индивидуальный совет – это индивидуальный совет. И опять же, не забываем, что прогноз носит общий характер. И только индивидуальный расклад конкретно для вас может показать истинную картину. Ну, ладушки. На этом я закругляюсь. Мои вам пожелания самые-самые-самые наилучшие – здоровья, мира, любви, благополучия, исполнения желаний. И всех-всех вам благ, мои хорошие. До новых встреч. До новых встреч.